Доброе утро! Мы продолжаем и начали мы программу сюжета о маленьких лошкарях. И в нашей студии продолжатель народных традиций, правда, в художественном ремесле, художник Александр Иванов. Здравствуйте! Доброе утро, Александр Андреевич! В музее открылась ваша юбилейная выставка. Что там представлено? Расскажите, пожалуйста. Ну, там это моя чеканная работа. Я этим искусством занимаюсь уже 44 года, только этим. Чеканкой? Да. Вот как началось ваше увлечение чеканкой? Расскажите, пожалуйста. Ну, первый раз я увидел чеканку, как делается в армии. Как-то вот интересно стало. Где это было? Я служил в армии Байконоре, где ракеты пускают. Там был сам это... И у нас работал в части художник. Он небольшой работал, делал чеканки из серебра и отправлял домой. Да, прекрасно. И вас привлек, да? Нет, я просто видел, смотрел. Я еще так... не смел так подойти. Ну, у меня внутри это сидело. Наверное, это с детства. Я приехал из армии и познакомился с художником Арчуршвили. Это грузин. Мы его звали татарский грузин. И они занимались у себя в мастерской разными там оформительскими работами и чеканками. Я увидел, как говорится, задрожал и остался там. Вот так вот. И на 44 года, да? Да, 44 года. Работаю только этим занимаюсь. Удивительно. Вы помните свою первую работу? Что это было? Ну, это первые работы были по эскизам, по его эскизам. Небольшие работы. Сам это... ну, такие... кустарные типа. Угу. Ну, а сейчас уже, наверное, что-то там грандиозное. Вот ваша любимая тематика? Ну, у меня любимая тематика Татарстан. Татарская народная сказка, Габбла Тукай и такие... Да? У нас есть несколько ваших работ. Давайте вместе с вами посмотрим. Так. Да, и насколько нам известно, вот, как вы и сказали, уже тематика Татарстана и здесь... Да, это Габбла Тукай. У меня три работы по Габбла Тукаю. Три работы, значит, сам это... Вот это... Это же... Коза и Баран. Это Габбла Тукай. Произведение искусства, да? Это? Вот сколько по времени занимает... вот вообще вот... Примерно... На одну работу. Сколько времени занимает? Ну, небольшие работы, 60 на 60, скажем, примерно три месяца. Угу. Только этим есть. Это удивительно. Вы дома этим занимаетесь? Нет, у меня сам... Я переехал недавно, четыре месяца назад в Казань. Сейчас вот снимаю, а сам это... А откуда вы приехали? Из Нижнекамска. Из Нижнекамска, да. Расскажите, пожалуйста, у вас есть вот ученики, последователи этого редкого сейчас ремесла? Я работаю в 44 году, год только один, учеников нет. Но очень хотелось бы, чтобы оставить после себя, потому что в Татарстане чеканное искусство уже нет вообще. Россия только на таком уровне, на бытовом, как говорится, уровне только. Ну, я вот уверена, что найдутся ученики, которые захотят продолжить вот это, я не побоюсь этого слова, великолепное просто дело, но мне кажется, это настолько вот труд такой, это же каждый вот это все... Труд огромный, титанистский. Но у меня постоянно регулярно приходят ребята, учите нас, возьмите нас. Но это поднять надо вопрос на республиканском уровне. Просто так это невозможно. А вот какие у вас планы на будущее? Какие-то вот, может быть, какой-то вот творческий процесс сейчас уже у вас какой-то происходит? Ну, у меня замыслов много, идей много, и работаю дни и ночи. Вот я в Казани работаю 14-15 часов в день. Это включая все праздники, субботы, воскресенья. А у себя, Неджикамска, работаю 15-16. Дело всей жизни, да? Да, и вот вы даже сейчас, наверное, после эфира пойдете и сразу вот... Да, ну, на работу, на работу, сразу бегом. Это удивительно. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Творческих вам успехов и почитателей вашего труда. И действительно, я уверена, что все же найдется тот самый, пусть один, но тот самый ученик, который продолг, продолг. И новый ученик, который захватит, так сказать, ваше ремесло и понесет его дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...